Опа, блин, прощний дисклеймер. О, чего, блин, взлом ДНС? Это что такое? Мы устали от вопросов, на какую тему надо делать программу, поэтому на экране все видно. Долго не будем отвлекаться, кто хочет, тот поставит на паузу, а мы же пошли проверять Егора Анонима. У нас есть Epic Games, Epic Games Creatium, о, прикольно, какой-то новый домен, или как это называется, сайт хостинг. Так, download Epic Games, чтобы получить самую последнюю версию кряка, оптимизацию для слабых ПК, о, как раз таки у меня здесь слабый комп, Больше игр, больше возможностей, вау. Epic Games версия 1.15, это уже не первая версия, а 1.15, прикольно проработано, только у нас на сайте. Ага, вот ссылочка, есть даже отзывы, Костян написал отзыв. Когда ты успел, Костян? Это самый лучший кряк на всем сайте, антивирус здесь вообще не в тему, мешает играть в GTA 5 через этот кряк. Я понял, понял, если что, убираем антивирус. Денжен мастер, Костян, ты со второго аккаунта зашел, что ли? Ну, на всякий случай, ссылка на файл, так, диск Яндекс, хорошо, если что, мы сейчас обязательно все скачаем. У нас есть ссылочка на видео, и скачай Ява, если не запустится. Ява у меня установлена, потому что я пока что в инду не переустанавливал, здесь даже остались PS5. Кто не смотрел предыдущий ролик, обязательно посмотрите. Или позапрошлый ролик. В любом случае, смотрите все ролики, ребят. Так, у нас здесь сразу дисклеймер от Костяна, отлично. В принципе, неплохо придумано. Так, все показано на данном видео, судно, специально для кланда Хакера Лайт, просьба не скачать файлы из этого видео. Огромная просьба, Хакер Егор, чтобы так не писать и, в принципе, ничего плохого не сделать, и чтобы тебя не забанили, доступ по ссылке. Там в Ютубе можно сделать доступ по ссылке видео, и все, никаких проблем полком не будет, надеюсь. Егорка продумал целое ложь, что там какой-то разработчик сливает что-то. Это, конечно, мы все кучу раз слышали, но не каждый наш конкурсант так делает. О! Вопрос, вопрос, он запустил настоящий Epic Games или показывает свою уже программку? Нет, это реально не настоящий Epic Games. Видно, шрифты какие-то, нитей, еще что-то. Но внешне просто топово. Вот, искать в магазине явно не стандартная штучка. Блин, классно! Я уже хочу скачать это, я не хочу досмотреть, я хочу скачать скорее эту программку. Нажимаем скачать бесплатно, нажимаем скачать, все без проблем качается. Программку он полностью показал, ну и после этого просто геймплейчик Сайберпанка. Сделано просто все супер. Показал, рассказал, установил, запустил. Поэтому я за это ставлю 5 баллов. Это очень хороший ролик. Если вы собираетесь сделать программку, то вот, поучитесь у этого конкурсанта. Костян, там все равно все нарезал, вы ничего не поймете, но в любом случае у этого конкурсанта надо учиться. Перед запуском программки, как всегда, наш любимый VPN-чик. Так, нажимаем да. Все. Костян, это уже рекорд, рекорд. Уже две недели ты нормально скрываешь данные, и я могу спокойно коннектиться. Да, никто еще аккаунт не украл. Отлично. Естественно, этот аккаунт мы купили на нашем любимом Low Steam Market. Кто не знает, Low Steam Market это огромнейший агрегатор, на котором вы можете найти более 500 тысяч аккаунтов. Абсолютно разные платформы, куча разных аккаунтов с кучей разных игр. Именно здесь вы можете найти. А Low Steam Market обезопасит вас и не даст вам купить фальшивку. Тут вы спокойно можете найти то, что вам нужно. Допустим, выбираем Steamчик. Тут есть и CSGO 550 часов. И Rust. Rust с 14 тысяч часов. Ничего себе. О, допустим, с GTA Online. Не зарегистрирован в Social Club. Вы можете создать свой Social Club и привязать к нему. На странице товара вы можете узнать всю подробную информацию о товаре. Какие есть игры. Есть ли какие-то блокировки. Допустим, здесь есть вакбан. Статистика по доте. Общая информация. Какие-то покупочки. Здесь все это есть. Даже ссылочки на этот аккаунт есть. Но перед покупкой Low Steam Market всегда проверяет данный аккаунт. Чтобы вы не купили фальшивку, либо подделку, либо невалидный аккаунт. Если вдруг с аккаунтом что-то не так, то нам предложат купить другой. Либо же напишут, что аккаунт полностью рабочий. И мы подтверждаем покупочку. После чего только списываются деньги. Не раньше. Также моя любимая функция это обезопасить аккаунт. Мне ничего делать не надо. Low Steam Market сам заходит на данный аккаунт. Меняет почту, меняет пароль. Привязывая Steam Guard. Все это делается автоматически и буквально за минутку. Но даже если покупки с аккаунтом что-то произошло в ближайшие дни, вы можете открыть денежный спор и вернуть денежку. У каждого продавца свои гарантии. Допустим, у этого 24 часа. Так что будьте внимательны. Ну а теперь погнали запустим Epic Games. Это ярлычок. У нас, смотрите, есть все способы входа. Допустим, давайте Xbox. А, не работает, я понял. Ничего не работает, кроме... Да, кроме регистрации. У нас есть какой-то аккаунт. Войти прямо сейчас. Некорректные данные. Регистрация. Ну-ка, давайте выберем страну. Россия. Имя. Иван. Иванов. Отображаемое имя. Кустян. Лох. Ладно, ладно, ладно. Нормально напишу. Не до хакерств. Не до хакерств. Электронная почта. Ну, у нас она одна. Ну и впишем простенький парольчик. Так, ставим галочку. Условия. Условия, кстати. Хотел бы очень прочитать условия, которые нельзя прочитать. Я понял. Хорошо. Нажимаем продолжить. Теперь входим в это так... Так. Ну, чисто ради... Ну, серьезно. Я старался. Вписывал. Придумывал. Здесь мы не можем войти, потому что некорректные данные. После регистрации аккаунта мы нажимаем продолжить. Войти. Это все муляж. Обидно, обидно. Я подумал, что здесь есть база данных, как у некоторых. У немногочисленных наших конкурсантов. Бальчик-то я сниму. Ну, по крайней мере, ладно. Буду думать, что не так круто и все. Нажимаем параметры. Здесь просто куча всего. Новости Unreal Engine. Игровой движок, разрабатыванный для игр Minecraft и копателей онлайн. При поддержке компании Needhackers Games. Костян Страйк. Короче, интересное описание. Кому интересно будет, может поставить на паузу и почитать. Процессор. Надо вписывать вручную. Ну, давай, впишем, что. Оперативки у нас. 6 гигабайт. Номер карточки и код CVC. Серьезно? Оставить отзыв. Спасибо за отзыв. Он очень нам поможет. Окей, графика. Графика. 2560 на 1.440. 2К у меня монитор, кто не знает. Качество текстур. Все на минимум ставлю. Ставим, потому что у меня, как я уже указал, GT710. Вертикальная синхронизация. Многоядерная обработка. Целых 2 ядра буду стараться на... 2 ядра ведь? Целых 2 ядра будут. Да, многоядерную обработку включим. Использовать свою оперативную память. И, конечно же, подписаться на канал Недахакерлайт. А ты нажал эту кнопку? Проверь обязательно. Заходим в библиотеку. У нас здесь есть Геншин, Сайберпанк, РРДР и ГТА 5. О, избранный канал Недахакерлайт. Она открывает реально нас. Так, заходим в магазинчик. Ну и тут особо много чего-то интересного нет. Мы можем привести Сталкер 2, Дест Трендинг, Дизонор, Скайрим, Контрол. Ничего из этого мне не... Ну, давайте Сталкер 2 попробуем. А, даже не включилась. Ну, ладно. Так, а Дест Трендинг? А вот она и ссылочка! Подожди, это реально он? 100 евро, нихера ты придумал! По крайней мере, по крайней мере, мы нашли его Donation Alerts. Если что, обязательно скинем. Да, это все в евро. А, я понял, почему в евро. Потому что у меня Рига Латвия стоит. Теперь же, давайте попробуем запустить абсолютно бесплатно Cyberpunk 2077 во взломанном Epic Games от нашего подписчика. Нажимаем Установить. Выбираем RTX, естественно, на моей GT 710. Нажимаем Установить. Установить, причем. И ничего не происходит. Че? Я тебя так распиарил. Я так старался. Я думал, что сейчас что-нибудь получится. Блиииин! Егор, я очень надеюсь, что ты увидишь данный ролик. И переделаешь, пожалуйста, свою программку. Ну, отправь нам еще раз ее, пожалуйста. К сожалению, с Егором мы на сегодня прощаемся и проверим следующего. Геймер Лав. Эпик как качается. Теперь же давайте посмотрим видосик. Кстати, если тебе интересна тематика с Epic Games, то давай на этом ролике наберем 5000 лайков и 500 комментариев. Тогда как можно скорее мы сделаем еще один ролик с Epic Games Авторизация уже попроще, не как у предыдущего конкурсанта По крайней мере в цветах так же как у Epic Games Внешне очень, намного проще данная программка Ну окей, я понял, здесь идет геймплей Запускаем, давайте запустим от администратора Я не помню надо было это делать или нет Windows Defender у нас отключен Окей, сейчас мы да проверим второго конкурсанта А потом я хочу перепроверить первого конкурсанта Потому что походу у него вирусы рабочие Windows Defender нам помещал Хорошо, здесь мы регистрируемся Вписываем логин, как всегда наш недохакерс Нажимаем готово, вы успешно авторизировались А если войти? Неверный пароль А если вот так? Неверный пароль А если вот так? Неверный пароль Я понял, у нас есть добро пожаловать Здесь вы можете найти популярный Кстати, у прошлого конкурсанта не было базы данных У этого есть, и она действительно работает Нужно потягиваться логин Имейл, которому мы указывали логин Берется из регистрации, сразу же кидается в авторизацию Пароль подошел Переходим в библиотеку, смотрим У нас есть GTA 6 и есть Stalker 2 Переходим в GTA 6 Смотрим здесь Grand Theft Auto 6 Есть большая кнопка Play По программе Единственное, что здесь есть Визуала, как вы видите, здесь его нету Есть база данных За что огромный респект Челу Не многие так могут сделать И мне всегда это нравилось Когда есть своя база данных Но, к сожалению, из-за того, что программка сама по себе достаточно пустая Я не могу поставить высокую оценку за нее То есть, что, просто одна страничка Да, есть регистрация Но просто в итоге одна страничка Я, наверное, даже 3 балла поставлю По видосику было все достаточно неплохо Нам все показали, рассказали Геймблейчик включили Поэтому, за видосик я ставлю 5 баллов За программку И давайте попробуем запустить GTA 6 От нашего подписчика Ты издеваешься? Вот ты издеваешься? Он все ярлыки, видите, сделал вот так вот Ну да Ну да Благо, у меня остались открыты наши вкладки Но все программки А, нет? А, нет? Только программки, которые находятся на рабочем столе Он заменил у них, смотрите, вот Не xz, а не теперь А вот xfiles.ink Короче, не работает А если? А если? А если? А, он думал, что я на рабочий стол это кину И создал 200 папок пустых Я тебя понял Так, он что-то настроил И теперь программки не запускаются с двух кликов Это в настройках мыши есть Я точно знаю Вот если бы эту штуку ты скинул полгода назад Я бы оставил 5 баллов Потому что тогда еще не было таких штук Сейчас же очень много такого Допустим, мы уходим входящий Где у нас? Вот, TheFest TheFest у нас любитель таких программок Он даже скинул специальный этот Zip Чтобы пофиксить вот эти самые ассоциации За что TheFest огромное спасибо Чел просто красавчик Но в последнее время, кстати, перестал делать программки Мы тебя ждем, TheFest Поэтому из-за вируса я тоже не могу поставить высокую оценку Также 3 балла поставлю На сегодня же мы, к сожалению... А, точно, я же Егора еще хотел Подождите, подождите, подождите Я хотел заканчивать, но я вспомнил Егора, я предлагаю еще раз скачать файл Потому что, возможно, Windows Defender Паскуда такая Смог отключить... Удалить какие-то файлы Мы еще раз зашли в программку первого конкурсанта Ну вот, сравните визуал, честно говоря Здесь вот я готов пятерку поставить Там максимум троечка Окей, окей Заходим в Cyberpunk Пытаемся еще раз запустить эти вирусы Нажимаем установить Нет, ничего не срабатывает Видите, swap mouse не сработал Заходим в Windows Defender И, как мы видим, здесь ничего текущих урос нет Почему я решил перепроверить первого конкурсанта? Потому что у него было написано, что здесь текущие угрозы В 10.43, как раз таки Когда мы проверяли данного конкурсанта Что были запущены и обезврежены два вируса К сожалению, Егор все равно пролетает И надеюсь в следующий раз тебя увидит в следующем в Epic Games И, чувак, у тебя классная программка Нужно лишь поработать с вирусами На этом мы сегодня заканчиваем Большое спасибо всем тем, кто досмотрел данный ролик до конца Огромное спасибо Егору и Геймеру За то, что сделали такие крутые программки Вам же я, как всегда, желаю хороших антивирусников И до скорых встреч Ведь ролики у нас выходят буквально через день Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok